Привет! Сегодня снова видео из цикла о блогерстве. Сегодня хочу порассуждать о таком некотором творческом кризисе, через который я периодически прохожу, причем этот период исчисляется скорее неделями, чем месяцами или годами. А также хочу ответить на вопросы, которые мне задают и на YouTube, и в Instagram. Что-нибудь в стиле. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, стоит ли заводить канал о минимализме? Или что вы думаете о том, чтобы завести канал о расхламлениях? Будет ли интересно, если я буду снимать о том, что я ем? Как я воспитываю детей? Ну, в общем, куча разных вариантов. В общем, как определить, будет ли тема интересна? Как понять, стоит ли вообще всем этим заниматься для себя лично? Как преодолеть вот это вот сомнение и сопротивление внутреннее, которое связано с тем, что ты видишь, что куча людей уже снимают на те же темы, и ты думаешь, что вот, ну меня-то, наверное, никто смотреть не будет, потому что вроде уже все это есть. Мне самой лично, наверное, в какой-то мере повезло, потому что когда я пришла на YouTube и уже начала активно снимать видео, я на самом деле не была каким-то суперактивным пользователем YouTube. Я очень выборочно, очень изредка смотрела какие-то отдельные видео. Я не могу сказать, что я прям за поем смотрела каких-то блогеров. Вообще нет. Я очень слаба в тот момент, когда я начинала, представляла масштабы вообще всего происходящего. Сейчас, когда я более активно стала пользоваться YouTube как зритель, как пользователь, я понимаю, насколько вообще много всего отснято, и каждый день выгружаются и выгружаются эти видео, все все записывают. И при этом вроде я вот веду канал о минимализме, веду канал о осознанном потреблении. И мне кажется, что, ну, наверное, уж в русскоязычном сегменте я, ну, наверное, хотя бы там по одному видео или там хотя бы название канала глазами видела у всех каналов, которые снимают, вещают на те же темы. И нет, периодически я нахожу, вернее, на меня как-то вываливаются в выдаче какие-то видео, какие-то каналы, которые большие, которые явно уже снимают много лет, у которых подписчиков сильно больше, чем у меня. Хотя мне кажется, что вот эта индустрия, да, эта ниша минималистично зерлойстная, она не очень большая. И я не думаю, что вот чисто на этих темах можно набирать сотни тысяч подписчиков. Скорее, это десятки тысяч. То есть, если хочется больше, то надо расширять тематику. Ну, это чисто мое такое субъективное, совершенно, наверное, мало чем обоснованное мнение. Но, во-первых, этих каналов много, и даже на русском языке их прям прилично. То есть, это десятки и, может быть, даже сотни каналов. Но когда ты начинаешь смотреть, например, на английском, то там просто открывается... У меня нету слова какого-то приличного. В общем, это прорва, прорва. Это огромное количество видео, огромное количество блогеров, которые снимают о расслаблениях, о минимализме. В общем, о во всем вот этом. Про осознанное потребление, как перейти на Zero Waste. И каждый из этих блогеров, естественно, снимает, от чего я отказался, как пользоваться менструальной чашей, почему надо или почему не надо выбирать бамбуковые щетки, лучше ли бумажные пакеты, чем пластиковые, что-нибудь про сортировку мусора. И вот это вот до бесконечности, естественно, каждый тоже считает своим долгом снять видео о том, кто такая Мариконда, и расхламиться по ее методике. В общем, все снимают на самом деле одно и то же. И когда ты начинаешь это смотреть, ты такой, господи, а зачем я снимаю еще одно 10000 первое видео, которое, в общем, непонятно, чем отличается от всех предыдущих. Но, с другой стороны, каждое видео, оно уникально тем, что оно, даже любая идея, даже если вот все видео на какую-то одну тему, все это пропущено через призму опыта, через характер, через какие-то взгляды каждого конкретного человека, каждого блогера. И на самом деле, как бы они ни были похожи, они все равно отличаются. Конечно, никто не будет, наверное, смотреть 100 видео на одну и ту же тему от разных блогеров. Но 2, 3, 4 на интересующуюся тему ты, скорее всего, сможешь посмотреть и захочешь посмотреть. Если не зацикливаться конкретно на моей тематике, то можно посмотреть шире. И, господи, сколько людей снимает вообще обо всем. Кто-то снимает обзоры на товары по одному, Евросаллиэкспресс. Кто-то ходит по фикс-прайсу просто с телефоном и снимает с руки, дрожащей рукой. И люди это смотрят. И причем просто там просмотров, не знаю, в десятки, сотни раз больше, чем на тех видео, где я там, не знаю, стараюсь и часами что-нибудь монтирую, и долго рассказываю, долго готовлюсь. Может, действительно надо с телефоном выходить в магазин и рассказывать, что продается в местном фикс-прайсе. У нас тоже есть что-то подобное, называется экшн. Куча людей, которые, не знаю, там ходят по трэш-салонам, а еще другая куча гораздо больше снимает реакции на видео тех людей, которые ходят по трэш-салонам. И очень много всякого контента полезного, не очень развлекательного, какого-то просто трэшового. И народ это потребляет. Хорошо это или плохо, но это вопрос другой. Но то, что люди снимают, а другие люди это смотрят, это объективный факт. Каких-то сильно уникальных тем, мне кажется, вообще нет. И, может быть, казалось бы, что лайфстайл – это что-то уникальное, потому что каждый человек рассказывает о своей собственной жизни как бы через действительно призму своих переживаний. И могло бы показаться, что это годный контент и действительно что-то уникальное. Но на самом деле все лайфстайл-блогеры тоже снимают. Мое идеальное утро, мое неидеальное утро, мой реальный вечер. Все беременеют, все рожают, все показывают, что они купили в Ашане, все размораживают холодильники, введут детей в школу. Все то же самое, что в моей сумке, что у меня на рабочем столе. Очень-очень много. И все это повторяется. Придумать действительно что-то супер уникальное довольно сложно, потому что мир действительно перенасыщен информацией, в том числе и такой, кто там во сколько ведет ребенка в школу, например. Конечно, всем это нужно знать. Я сама снимаю такие видео. Это не то, чтобы я там кого-то порицаю и считаю, что это какой-то низкопробный контент. Нет, это совершенно разный контент. И он может быть для разного. Кто-то снимает для других, кто-то снимает для себя, кто-то снимает для себя. Но если кто-то еще это посмотрит и тебе за этот денег, тоже классно. Попробую ответить на вопрос, стоит ли снимать еще одно видео о Конмарии, или о менструальной чаше, или о стеклянных трубочках, или о том, как выращивать пекинесов. Мне кажется, что если есть запрос такой у вас, например, или у зрителей, или у каких-то ваших знакомых, да, нужно снимать. Во-первых, это много чего дает. Ну, то есть вот этот опыт, когда ты садишься и снимаешь, он тебя многому учит. Про это надо снимать отдельное видео, чему я научил год на Ютьюбе. Как я изменилась. То есть я изменилась. Это правда. Я как бы не хотела говорить, ой, нет, нет, на меня это никак не действует. Нет, блогерство действует. Причем такое вот активное, более, еще более открытое, чем я практиковала много лет до этого, оно меняет и характер, и какие-то твои привычки, и твои возможности, и твои способности. В общем, почему я снимаю? Потому что есть такой сонаправленный запрос. То есть меня о чем-то спрашивают, мне самой хочется снимать и хочется о чем-то рассказывать. Многие блогеры часто в своих видео используют такой аргумент, что если это видео хоть кому-то помогло, хоть кого-то о чем-то информировало, мотивировало, отвлекло просто от каких-то депрессивных мыслей, значит, все не зря. Я, наверное, с этой мыслью согласна. С другой стороны, если видео кому-то навредило, хотя бы одному человеку, наверное, возможно, не стоило его снимать. Но не знаю. Здесь вопрос очень тонкий, потому что, в принципе, любая какая-то информация, которая к человеку поступает, может вызвать какие-то реакции. И кто-то может из-за твоего видео расстроиться, а кто-то может, наоборот, замотивироваться или получить какую-то ценную информацию. В общем, здесь вопрос баланса. И если в целом отклик положительный, если вам самим нравится снимать, если вас смотрят хотя бы несколько человек, то, наверное, все равно стоит продолжать. Просто потому что я сама, например, от каких-то блогеров, от которых ты, в общем, даже ничего не ждешь, и они, не знаю, снимают про фиалки. И между делом они говорят, ой, а я тут смотрела какой-то классный сериал, или ой, а я прочитал клевую книгу, или вот, а есть такая теория о том, почему люди лучше спят, не знаю, заткнув уши валенками. В общем, какая-то информация к тебе все равно поступает. Я, по крайней мере, тот человек, который живет в некоторой изоляции. То есть у меня не огромный круг общения здесь. Я живу в стране, где не так много русских. Я не сталкиваюсь постоянно с какими-то людьми. И мое общение в основном состоит в общении через интернет. Ну, естественно, с какими-то там друзьями из предыдущих стран, где я жила, из России, естественно, я общаюсь с родителями. Но точно так же огромное количество информации я действительно получаю от блогеров через Инстаграм, через Ютуб, через какие-то печатные блоги. И если вам есть чем поделиться, если вам кажется, что это интересно, может быть, другим, если даже просто вам самим это интересно, и вы горите этой темой, то можно и нужно снимать. И я не вижу, честно говоря, повода не снимать. Если вам нравится снимать, снимайте. Не нравится, ну, соответственно, можно попробовать себя заставить. Может быть, что-нибудь получится. Но это дело такое. Я вообще в последнее время очень так стала относиться к вопросу зоны комфорта немножко иначе, чем я относилась раньше. Раньше мне все время казалось, что да, конечно, надо выходить из зоны комфорта. Сейчас я, наверное, больше себя жалею уже и думаю, что нет, зона комфорта — это очень важно. Далеко не всегда надо из нее выползать. Но это тоже уже вообще не из-за этого видео разговор. Я надеюсь, я ответила на вопрос, стоит ли снимать. Надеюсь, я рассказала вам, поделилась своими собственными сомнениями, через которые я регулярно прохожу. Я думаю, да, ну, наверное, все уже про это знают. Да, наверное, уже миллион раз, миллион блогеров сняли про это миллион видео. Но, тем не менее, я понимаю, что не все смотрят всех блогеров, не все интересуются какими-то темами. Если мне что-то кажется прикольным и интересным, я сажусь и снимаю. И, в общем, вам советую, наверное, делать то же самое, если вам это интересно. Кажется, я уже... Можно посчитать, сколько раз я сказала эту фразу за это видео. Все, я прощаюсь на этом. Задавайте какие-нибудь еще вопросы по блогерству. Я буду вот так вот отвечать в видеоформате. И до следующих видео. Пока!